Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиограйд. Русский живописец, пейзажист, Сильвестр Феодосий Щедрин родился в Санкт-Петербурге 2 февраля 1791 года. Отец Феодосий Федорович Щедрин известный скульптор, ректор Академии художеств, профессор класса скульптуры. Брат архитектор Павлович Щедрин, дядя известный в 18 столетии пейзажист Семен Федорович Щедрин. Поступив в 1800 году, то есть всего в 9 лет, он попал в число воспитанников Академии художеств. К тому времени, когда Сильвестр должен был избрать род художества, он собирался записаться в пейзажный класс своего дядя, профессора Академии Семена Федоровича Щедрина, однако тот незадолго до этого времени умер. И с 1806 года юный 13-летний художник специализировался в области пейзажной живописи под руководством профессора Михаила Матвеевича Иванова, русского живописца и акварелиста, которому перешел в пейзажный класс. С первых шагов Сильвестр Щедрин обнаружил блестящие дарования, еще задолго до окончания курса за свою работу, главным образом за рисунки с натуры, был удостоен значительных наград, а именно серебряные медали в 1808 году и малый золотой в 1809. Первые картины художника были написаны в мастерской, исполнены они в манере классицизма с присущей этому стилю условностью в цвете и композиции, ранее пейзажей итальянского периода, верной натуре, но ни один из них не представляет собой целостного пейзажа картины. В них присутствует некоторая необъединенность, раздрозненность точно скопированных деталей. Я цитирую Википедию. В период пребывания художника в Неаполе и Соренто относится создание им ряда замечательных морских пейзажей. В этих произведениях наиболее полно обнаруживается талант художника. Большой шаг вперед Щедрин сделал изображение людей. Человеческие фигуры в его картинах не просто стафаж, это в основной фигурки людей, оживляющие пейзаж, показывающие масштаб архитектуры, а живые люди заняты своей повседневной работой. Правдиво передавая жизнь рыбаков и простых итальянских граждан, художник тем самым внес в свои пейзажи черты жатва. В пейзажах 1828-1830-х годов, прежде всего в картинах «Лунная ночь» в Неаполе, присутствует драматическая приподнятость, стремление к сложным световым и колористическим эффектам. Картины обретают зыбкий и тревожный драматизм. В 1811 году он окончил академию, написав дипломную работу «Вид с Петровского острова», за которую получил большую золотую медаль, что давало ему право на пенсионерство за границей. В связи с войной 1812 года поездка была отложена, и молодой художник отправился в Италию лишь в 1818. В этой стране он и остался до конца своих дней. Умер в Соренто 27 октября 1830 года в возрасте 39 лет. Ну вот так вкратце из Википедии о русском живописце и пейзажисте Сильвестре Феодосиевиче Щедренее. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok